скажем так стареньких тех людей которые уже инвестировали инвестируют и привлекают людей вот если кто-то новенький мы всегда с алексеем немножко делим он больше рассказывает про такую технологии которые интересно новичкам послушать да вот но на самом деле у нас презентации довольно часто можно посмотреть других спикеров вот поэтому если какие-то будут вопросы с удовольствием мы ответим с алексеем а вообще презентация сегодня опять немножко такая обзорная вот и постараюсь вам ее донести вот довольники тоже так со своим взглядом на вещи ну что наша с вами презентация начинается с того что я рассказываю всегда про философию skyway вот вы ее потихонечку учите потому что действительно когда спрашивают нужно такое skyway и вот тут начинается стоп до самый короткий путь который говорю это воздушное метро потому что метро очень многим людям нравится метро очень скажем так экологический транспорт да вот единственное всегда все-таки минус большой я помню еще маленьким ездил в метро в москве у меня там тетя родная жила царство и небесное вот умерла от к вида вот 1 января но я вспоминаю добрым словом на вот и я хочу сказать что на все-таки хорошую жизнь прожила вот и поэтому скажем так ну возраст 82 года поэтому в общем то можно сказать что жизнь прожила довольно длинную интересно вот так вот когда ездил московском метро конечно вот все дети всегда становится на коленке и смотрит в это окно да так вот когда в окно это смотришь там вот кроме вот этих фонарей там пролетающих там не знаю там раз там в секунду допустим да и каких-то труб которые вот это вот я смотрел смотрел вот но конечно интерес она вроде интересно но московском метро длинные поэтому конечно она время от времени так начинает надоедать и в общем то сам ребенок поворачивается вот я так помню вот это вот воспоминание что было интересно но скучно вот поэтому воздушное метро она действительно будет великолепно тем что мы будем сидит на как самолета мы высоко наблюдаем тоже интересные вот эти ландшафт наблюдать но слишком высоко бывает особенно когда надо блоками поднимаешь это вообще все в общем то пропадает да поэтому иллюминаторы завешиваются зашториваются вот и в общем то смотрим мы в кресло впереди сидящего человека в общем skyway это у нас воздушное метро шикарным видом да будет вот так вот можно сказать вот ну и второе то что сейчас уже вот сегодня я слушал алексея суходоева спасибо ему да за информацию кто не слушал можете послушать советую всегда слушать интересно маслова суходоева волкова вот и вот сегодня уже суходоев сказал так что надземная skyway это надземная электротранспортная система вот чтобы вы уже понимали что если так вот уже надо уже переходить на такие термины чтобы мы с вами уже немножко так расширяли свой скажем так словарный запас в этом направлении да чтобы мы были с вами специалистами и спокойно вот рассказывали что это как и так это skyway это надземная электротранспортная система в которой движение организовано при помощи подвесных рельсов натянутых между опорами скорость подвижного состава можно достигать 500 километров в час его движение регулируется автоматически что немаловажно потому что никаких водителей никаких водителям маршрутах да и те кто собирает за билеты там не будет все у нас автоматически все у нас в общем то будет контролироваться из определенного скажем так центра и один оператор может управлять от 50 до 100 таких вот электромобилей вот все будет автоматизировано действительно этот год начался с того что у нас просто засыпало нас просто и сми замечательные статьи замечательные позитивные такие вы знаете истории там в общем то такие факты что действительно которые понимаем когда ты читаешь ты понимаешь что ты зря обращал внимание на всех троллей ты зря тратил нервы на ли тех людей которые в общем то пытались унизить как-то и анатолий эдуардович и сам проект skyway и в общем то конечно вот она я уже знаете что могу такую лайфхак лайфхак вам бросить такой если у кого-то есть желание вот вы все-таки соберите те может быть где-то у вас знаете написаны в вашем фейсбуке либо где-то в инстаграм либо в личку вам писали там всякие гадости ну знаете как правило люди удаляют такие вещи да не своих телефонов чтобы вот не расстраиваться лишний раз не перечитывать вот но я в общем то посмотрю где-то там не если даже с кем-то раздружился своих каких-то так знакомых которые там ариана нападали вот а теперь я думаю что было бы хорошо вот просто спокойнее относиться к такой вот такому роду информации знаете собирать ее в копилочку вот а потом узнаете так сказать знаешь прошло вот три года вот вот наверное ты ошибся вот посмотри так и так вот и мне это писал что потом человек не сказал нет ты меня не так понял ты и вот меня это уже начинает знаете так потихонечку заводить меня и было бы наверное интересно вот посмотрите даже есть те супер блогеры имеющие там 100 тысяч людей там 500 тысяч людей которые но издевались и и как мы не старались всей нашей группы там до ставить дизлайки таким вот но все равно вот это вот знаете такая вот не буду выражаться грубо в общем такой поток грязи шел и конечно мы там все просто утонули говорят никогда не опускаетесь на уровне знаете идиотов потому что все равно не вас задавит своим хамством вот знаете своим опытом поэтому вот ну в лучшем случае мы ставили дизлайки и в общем то как-то там пытались сопротивляться я помню алексей ну мощь очень грамотно писал таким вот ответ но на него нападали вот эти вот шавки там тоже забрасывали и я буду что они сейчас будут делать вот эти вот блогеры как на них вот это вот это вот их почитатели которые там смеялись насмехались вот что они сейчас будут говорить вот я сейчас вижу такое затишье понимаете ну вот мне вот очень хочется найти вот это вот видео если там получится да вот посмотреть и вот просто вот может даже его скопировать чтобы она осталась меня в общем то а потом ну как-то так вот выставить невзначай может создам такой канал вот что говорили что что получилось вот такое вам в общем то тоже интересно может быть у нас больше будет соберем вот так вот и потом будем интересно такой сделал даже музей неверующих фом вот может быть предложим такую идею так вот вот эти все статьи которые выходили двадцать первом году они просто ну просто знаете такой фейерверк был салют замечательных таких статей и конечно же не зря мы я и мы информировали и рассказывали с начала я с января вот и не зря алексей сегодня поставил вот это вот интервью которое вы возможно досмотрите может быть в конце посмотрим где наш замечательный seo который исполнительный директор skyway вот именно green тех именно шарли сейчас он находится да вот замечательный в общем то специалист и в то же время как он четко грамотно и по-простому отвечает на все вот эти вот вопросы рассказывает и вы знаете хочется слушать этого человека и ты понимаешь что он говорит реальные вещи и не витие вата а прямо в лоб и в общем то этому человеку хочется верить в общем-то знаете как вот как вот эти советские фильмы бриллиантовая рука там и не знаю там его нас лечит меня профессию так смотришь не пересмотришь поэтому я тоже олега зарецкого смотрю пересматриваю всякий раз вот восхищаюсь его умением отвечать четко конкретно вот со своим таким русским английским да но супер в общем то я восхищен я уже неоднократно это говорю поэтому те кто не смотрел или смотрел мало пересмотрите больше вот поэтому мне было очень интересно вот и вот это его ключевая фраза стоимость строительства сети то есть вот нашего нашего с вами сети sky skyway да транснет сравнимо с укладка асфальта при том что у асфальта гарантия от скажем так от зимы до вес то есть от весны до осени от осени до зимы и все это латают опять срезают опять это закатывают как говорим деньги в асфальт у нас же получается 100 лет гарантии да то есть вот это вот замечательно сынок не шуми пожалуйста у меня презентация вот поэтому вот такие вот дела да ну и конечно там же он рассказывает о том что есть у нас вот антиковидные варианты на два человека на шесть человек на восемь человек об этом тоже сегодня говорил вот алексей суходоев что действительно это тенденция к этому идет потому что как вот даже у нас метро я еду меня например почему-то на станции не мигом мне начинает страшно пишет горло в маске я без маски я вот но страшно пишет горло меня спасает в общем то несколько глотков воды наверно там все-таки там опыляют в таких дозах что просто в общем то не выдерживает моя дыхалка начинаю я откашиваться даже пару раз выходил из транспорта что думаю не забили меня камнями начну кашлять поэтому я выхожу от кашляву себя брат насажусь на следующий поезд вот такие вот вещи ну и планы громадьё вот олег зарезкий этот что это и транс африканская магистраль транс азиатская дорога в общем то поэтому мы хотим соединять континенты и общий итог это общепланетра планета общепланетарная транспортная система да вот такие вот замечательные слова это олег зарецкий тут же тоже в начале феврале этом уже приехали делегаты различные которые посетили вот наш скажем так вот этот эко технопарк олег зарецкий дал интервью рассказал всем потому что вот эти вот 22 страны которые входят в состав мена региона да все заинтересованы потому что все понимают что что-то нужно делать вот с тем что происходит понимаете вот поэтому транспорт вызывает огромный огромный интерес и конечно же это не только транспорт который пассажирский это еще и конечно вот эти чудо юниконты и вообще те которые будут перевозить вот эти вот 20 и 40 футовые контейнеры это супер это просто вот я не знаю это как-то анатолий эдуардович это все увидел хотя до этого не не говорили и она настолько возникла знаете она как будто вот по мгновению волшебной палочки то есть не было не было потом хлобысь и сразу тебе юниконт и заявился и еще есть легкая трасса вот на 20 фут контейнера 20 футовый контейнер поэтому это было очень здорово это не могли осветить опять-таки в прошлый раз мы рассказывали спасибо опять-таки алексею суходую который перевел и я вам донес эту информацию до о том что французское телевидение это тоже у нас есть этот репортаж вот с переводом и который действительно рассказывает о том что действительно вот в пустыне как в азисе возникла вот такая вот транспортная система и французы были просто восхищены потому что стоимость перевоза 100 тонн на километр 100 тонн ребята 100 тонн на километр будет стоить всего один доллар это уже вот заложенные прибыли так далее все поэтому конечно же вот этот вот француз который рассказывал они тоже люди эмоциональные вот и поэтому это было действительно замечательный репортаж в общем то тоже можно посмотреть и насладиться вот этим вот эмоциональной окраской этих вот журналистов поэтому еще раз повторюсь что вот даже было у нас сейчас написано вот этом 20-футовом контейнере это замечу это только легкая трасса еще до выдерживать такие вот грузы уникон который будет перевозить вот эти вот 50 тонн и она сейчас в активном строительстве и в общем-то и скоро мы с вами будем это наблюдать при том что я хочу сказать два с половиной километра который будет построена это уже за закладка как только пройдет вот эти вот испытания проедет это дальше он будет продолжать строится уже на 130 километров до порта форхакан да то есть это вот такие вот у нас уже идут адресные проекты вы знаете антолий эдуардович в этом году сказал что минимум будет три адресных проекта да то есть ребята мы с вами уже достигаем того уровня когда компания начнет уже зарабатывать денежки да а раз она начнет зарабатывать денежки то мы с вами счастливчики будем начать во первых мы будем вообще радоваться что мы помогли этому проекту да сделали его и продолжаем делать и продолжаем помогать и дальше мы будем строить адресные проекты вот но сейчас конечно это очень важно потому что те люди которые помогли инвестировать которые просто ждут так далее они тоже начнут получать вот эти денежки потому что это будет прибыль 20 процентов согласно ваших акций вы компания будет делиться с теми инвесторами которые внесли свою лепту в развитие данного проекта ну давайте скажем так замечательная статья опять таки обращаю ваше внимание перечитайте ее в статье о ведомости которая называется юницкий string technologies изменила рынок транспортных систем действительно это замечательная статья надежда косарева отвечает на вот эти вопросы и скажем так это такой пресс-релиз можно сказать очень кратко четко я сказал говорю всегда что краткость сестра таланта поэтому действительно было очень талантливо написано четко конкретно с конкретными цифрами с конкретными знаниями сколько будет стоить пассажиропоток сколько стоит допустим грузоперевозки сколько стоит километр той или иной дороги все очень четко и действительно это в разы меньше чем даже тот же не знаю асфальтные дороги там железнодорожные уже не говорю так далее и авиатранспорт так далее все в общем то настолько конкурентоспособны что конечно же это не зря такая статья так и заявляется что и июньский string technology действительно меняет рынок транспортных систем ну давайте же еще раз у нас было когда-то в начале января насколько я помню вот это вот статья там называлась немножко по-другому тренда 2021 года влияние к вид и я ее исправил и не только да ну так давайте же посмотрим что вообще у нас в мире происходит вот в эти вот годы то годы начала к вида к вид 19 вы помните он начался да сейчас вспомнил фразу такую как сейчас мне прислал мой друг саша батуров он сам врач тоже как и я да по первому образованию вот я врач и там действительно так сказано что девятнадцатый год мы прятались от к вида от вируса до 20 год мы с вами прячемся от прививок не привели неизвестно какой вакцины как ну по-разному люди относятся но я например против да а 21 год там написано мы будем прятаться от привитых вот самое веселое еще впереди поэтому я вам как врач советую в общем-то относиться к этому позитивно вот лишний раз улыбнуться второе что это конечно нужно заниматься своим иммунитетом вот ну и конечно же в общем-то мир поменялся очень сильно и продолжает меняться и вот мы с вами рассмотрим тренды ну что во первых хочу напомнить о том вот действительно можно об этом много говорить мы с вами конечно люди из советских времен и советского союза мы никогда не знали что такое инвестиции мы никогда не знали мы знали что нам заплатят зарплату усредненную да у нас была уравниловка всегда вот потом значит наступил его период горбачевской скажем так перестройки да потом был в общем то вот наша отдельная если мы в беларуси находимся да вот мы сейчас находимся там где мы находимся но в общем то про инвестиции нам по-прежнему никто так и не рассказывал поэтому были у нас одно только у нас было что мы могли что-то там изучать смотреть и так далее и я очень счастлив что именно мои денежки вот эти инвестиционные они оказались именно в компании skyway юницкий string technology потому что вот конечно же есть такие мировые бренды как victoria secret конечно же не только женщины восхищаются замечательным таким вот бельем да но и мужчины потому что конечно же очень красиво ну вот объявила своем банкротстве до zara который вы знаете тоже закрыла 1200 маг своих магазинов аля шапель 4391 магазин шанель ну шанель номер пять всех знают и маленькая вот это вот пресловутая черная платьица да вы тоже приостановил свою деятельность до вот гермес патек филипп почему известен потому что как всегда говорили что именно вот владимир путин именно носит эту марку часов вот и как ни странно действительно приостановил свое производство ролик всем известные часы также вот ну можно много рассказывать в общем то там да 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 но и вот я знаю что очень многие любят цирк дюссалей за то что он не использует вот значит не издевается и не не приручает и не там не дрессирует животных к числу таких людей отношусь и я но он к сожалению он тоже прекратил вот на то в общем то вот время этот ковид служил случилось так что уволит три с половиной тысячи сотрудников практически заморозил вот свою деятельность там вы знаете что на неопределенное время вот такие вот вещи что касается более других компаний вот скажем так компания вот крупнейшая компания по прокату автомобилей hertz такая заявила о своем банкротстве крупнейшей компании занимающиеся грузоперевозка владеющими четыре четырьмя тысячами грузовиков комкара заявила о банкротстве до к старейшая компания занимающаяся розничной торговли вот ее скупил amazon за копейки до крупнейший мировой инвестор вот даже ворон баффетт вы знаете тоже он потерял в свое время вот то есть не в свое время вот вот девятнадцать двадцатый год 50 миллиардов долларов но сейчас я смотрел смотрю интервью с ним он пишет я немало терял много ну в общем да знаете человек который на плаву всегда он миллиардер поэтому это не те деньги что он он не стал банкротом конечно но где-то теряет где-то где-то он опять вкладывает и так далее интересные тоже интервью смотрите таких людей вот и конечно они учат вот главное сто раз упади на сто один раз подымись и иди дальше вот дальше крупнейшая в мире инвестиционная компания black rock говорит о своей грядущей катастрофе и в общем-то компания управляет более чем 7 3 семью триллионами долларов но тоже в общем-то рушится крупнейший торговый центр америки молов америка до перестал платить по кредиту и вот эмират эмиратская компания авиакомпания в свое время вот я тоже и пользоваться этими услугами и вот может быть сейчас мы надеемся что тоже но очень самая лучшая компания которая или в ганза я летал в общем-то и пилави конечно да да но эмиратсен была у меня на первом месте но вот тоже уволила 30 процентов сотрудников вот и если говорить в целом то вот эта тенденция все идет к тому что все хуже и хуже и если взять допустим некоторые я посмотрел издание это вот тоже я читал эту компанию читала в эту вам презентацию раньше что действительно первое место по потерям по миллиардам рублей занимает авиакомпании вот какое-то время вот были в общем то практически больше половины рынка потеряли компании сейчас вы знаете что тоже закрыта закрылась закрылась турция там я не буду сейчас говорить о чем почему она закрылась из-за ковида либо какие-то политические там аспекты но факт то что россия закрыла до турцию и поэтому вы представляете вот люди которые в общем-то авиакомпании которые перевозили вот эти чартные рейсы вот иди куда хочешь хочешь иди в таксисты вот вроде бы там зелененьким меньше не потеряли можешь становиться железнодорожником но свои бы куда деть да ну и так далее то есть вы понимаете что если когда вот есть люди которые вкладывали в акции авиакомпании железных дорог я не знаю там в ту же шанель я не знаю имели акции как говорится ну то что я перечислил те компании что я перечислил в общем то вы бы потеряли деньги также как сами компании да то есть и в общем то очень много компаний вот сегодня например сказал алексей суходов что в америке вот с начала года вот я января больше 50 американских крупнейших компаний в америке сша до обанкротились то есть я вот просто вам собрал вот эту такую статистику тех что вы знаете но есть очень крупные компании которые может не так на слуху про тех что я назвал но у гораздо крупные которые серьезный бизнес вот только с начала года более 50 компаний обанкротилась просто ушло на дно легло вот такие вот вещи это вот коммерсант точка ру можно посмотреть тоже люблю эти в общем то читать эти новости ну и вот смотрите дальше значит крупнейшие аэропорты тоже оценивают потери свои я уже рассказывал да тоже не только компания но и аэропорты потому что куда эти вот ну стоят эти здания если как у нас у меня что-то вот в голове сидит что белаве там что-то отчитывалось почему такие были цены взвинчены просто там до 500 долларов доходило там поет по и полет в москву да потому что в общем то вроде как он там кто-то отвечал на вопросы то ли 7 рейсов было всего до меньше 130 вместо 130 рейсов 7 рейсов то ли в сутки то ли в неделю что-то такое в общем то я вот уже просто в ауте был я представляю что делается с теми людьми которые летчики стюардессы в общем то люди считайте вот вот тебе и престижная профессия вот и оказалось так что есть так что опять таки все турция закрылась опять вот куда хочешь туда идти тоже те же компании вот российский но будут летать по скажем так в краснодарский край да как там курорты краснодарского края ну вот наверное так дальше хочу так как может быть не все слышали масло в свое время да вот и может быть мир эту презентацию не слышали ну вот я тогда маслова слушал мне очень понравилось как он рассказал о том что он финляндии вот был и но человек очень активны вы знаете вот и он рассказал о том что вот на к на карте тут такие вот есть скажем так желтым цветом отмечены аэропорты всего финляндии было 6 аэропортов они как вот ну у нас а допустим областные да вот как у нас допустим там гродно гомельками на обиде в самом и так далее и вот они между собой летали то есть это было и были более крупные были менее крупные но факт тот что смотрите сейчас планируется в 2025 году в закрытии вот этих пяти аэропортов остается только один и связи с чем так как вот это вот такие получается центровые такие центры то есть те самые вокзалы авиавокзала да куда куда их девать ну не разрушить ничего тем более люди привыкли вот они планируют ведь именно рассматривать соединениях то скоростным транспортом ну и вот уже рассматривалась потому что железной дороге проложить вы понимаете тяжело там где-то надо будет сносить что-то где-то надо будет там мол того какие-то может быть рельефные какие-то вещи вот в этом случае skyway может очень даже хорошо помочь потому что скорость 150 даже км в час я уже не говорю даже про 500 км в час может очень и очень быстро решить вот эти вопросы из конечно же с экономической точки зрения то самое рациональное самое лучшее решение вот это в общем-то маслов очень четко это все по рассказывал поэтому поверьте мне на слово кто хочет может открыть посмотреть внимательно послушать но такая тенденция есть финляндии дальше ну вот опять таки слайд из презентации здесь алексея суходу вот ну много графиков есть но я чтобы уже тут не придумал здесь очень красиво вот показано это вот кризис когда обвал был 2008 год ну и вот там дальше получается хочу показать вот этот вот это уже именно связано с к видом но это называется объем мировой глобальной торговли вот можно сказать экономика самое главное торговля где бы вы ни находились да вот сейчас там показывали тенденции к тому что американцы вот у нас допустим чипсы лейс там что-то говорит там стоит что-то я уже не помню там допустим три жена мне вчера рассказал что-то там ну в общем у нас в три раза дороже чипсы лейс да вот но мы там любим свои белорусские к примеру если кто-то есть чипсы да но лейс вы знаете вот они как-то не там с чем-то не замешивают они вот вкуснее кажется особенно нашим детям вот больше там всякой гадости на вот поэтому они как в этом запоминаются ну так вот так вот тенденция к тому что если вы сидите даже дома вам нужно что больше телевизор до более лучшее кресло там или диван кровать вам нужно больше еды потому что вот этот анекдот что купил третий раз иду за за день до чтобы купить на две недели продукт да потому что когда вы сидите дома это все съедается седает ставят поэтому как бы там ни было находитесь вы дома либо вы находитесь не дома но то есть еще вы дома находитесь вы потребляете не меньше а возможно даже и больше продуктов питания каких-то ну то есть вам нужно больше компьютер вам нужен более мощный компьютер вам нужен более большой телевизор вам нужно в конце концов там еще что-то там мне не ну какие-то вот удобства потому что так раньше приходили только спать ложились а теперь вы находитесь дома и так далее ну естественно вы кушаете много поэтому торговля будет только россии и о чем я говорю что действительно когда особенно вот эти вертолетные деньги что говорят как вот у меня моя кума живет ну там не много людей живут в америке знакомых вот им эти вертолетные деньги раздают печатают раздают опять же сказали 120 миллиардов там чего там на поводине 120 миллиардов потому что уже голова от этих цифр идет в общем много напечатать то есть сначала напечатали 500 миллиардов потом еще сейчас 120 печатали и вот этих денег они там раздают и раздают чтобы люди потребляли и потребляли чтобы вот ну в общем то люди уже обленились работать да зато употребляют ногу поэтому торговля идет полным ходом и действительно богатые богатеют а вот кто не выдержал для конкуренции те в общем то все летят в трубу и вот такой у них крутой пике получается вниз вот но торговля от этого не падает поэтому смотрите что получается получается то что для этого это все нужно перевозить ну вот автомобильный транспорт но автомобильный транспорт логистика пострадала потому что весь евросоюз развалился да каждый защищается как может ставит эти вот скажем там кордоны потом получается водители там переживают не могут проехать поэтому в общем то был обвал вот это вот автомобильного транспорта и даже была такая тенденция когда вот 9 из 10 водителей отказывались ехать тот или иной регион из-за какой-то там красной зоны да и поэтому что получается раз они отказываются значит соответственно увеличивается цена вот там той или иной машины потому что надо загрузить больше надо как-то там водителю заплатить потому что больше вот перевозка выросла на тысячу полторы тысячи за рейс вот такая тенденция там читал да вот и в результате все равно получается вы знаете политические вот эти вот принимаются решения и какие-то эпидемиологические получается в целом что вот транспорт вот выстраиваться в такую длинную цепочку вы знаете все смотрят новости поэтому с автомобильным транспортом плохо да и в каждой машине естественно сидит по одному а то и по два водителя в общем катастрофа да с автомобильным транспортом поэтому в общем то тенденция переместилась как бы на железнодорожный транспорт меня тоже вам про это рассказывал вот и здесь получается суть в чем что смотрите опять-таки если вы следите за глобальной экономикой то у нас америка сейчас перестает быть гегемоном такого слова советское время столом не в голову да то есть она получается уже не является лидером уже мир становится многополярным в этом многополярном мире кто вылазит китай так вот китай сейчас уже выравниваем какой путь выбрал вот этот шелковый его путь из китая в европу знаете белоруссия тоже в этом шелковом пути замешано в общем то но вот вот эти вот пути они могут пойти по россии вот этими огромными составами да и поэтому конечно же тенденция но скорость такого вот контент я не знаю там поезда ну соответственно ну сколько там 40 до 60 может километров в час вот но такие вот поезда будут строиться вы знаете в китае у нас была целая с вами большая лекция когда они такие авиадуки строят чтобы скорость вот такая развивалась там городской транспорт потому что всех жителей в пекин собрать или в шанхай или там в гуанчжоу и не знаю всех собрать невозможно поэтому вот этот путь когда я вам рассказал как о чем галилан то ли дары что там конечно не линейные города но суть в этом и понятно что человек живет своей деревне он пас овец а тут пустили скоростной транспорт теперь он эти 300 километров проезжает всего за час и также вечером возвращается то есть он живет дома ну вот там 40 минут он добирается на скоростном вот этому транспорте до работы в какой-то огромный город допустимное производство и вот это очень сильно почему взорвало вот это вот именно вот китайскую экономику потому что они научились доставлять вот этих вот миллионы китайцев утром на работу а вечером с работы до утром на работу вечером с работы конечно у них вот это вот авиадуки это просто кошмар конечно вот эти вот бетонные там я не знаю метров наверно по 10 а то и побольше может там я не знаю такие колонны стоят и вам показывать можно было включить но я думаю вы помните эти фотографии вот и конечно же вот этот скоростной транспорт там даже хочу сказать что чтобы вы осознавали так как это очень громоздко и так как это очень много надо было этого бетона лить и там надо было соблюдать условия кроме того там даже был расстрелян человек который вот это возглавлял это все потому что там брал огромные взятки что-то там на 150 миллионов долларов или еще больше даже не знаю оказалось что вот он не соблюдал эти технологии чтобы быстрее 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 и кроме того там еще бетон оказался не тот и в общем у них вот это теперь из-за этого они начинают потихонечку разрушаться потому что все равно поезд идет он даже в микро вибрации микро вибрации и уже даже снизили заявляла скорость 350 уже на 50 километров снизили уже 300 и опять так идет тенденция к тому и люди ломаете переговор если дальше так будет двигаться в общем то это может все рано или поздно рухнуть вы понимаете вот такие вот вещи что это все настолько все серьезно то есть люди дальше чем на два на три года вот они уже снизили на 50 километров за два года до на 50 километров в час скорость то есть что будет дальше неизвестно поэтому я вам говорю что тут вот кто-то всеми давайте быстрее давайте быстрее вы посмотрите анатолий дуарович посмотрел что должна была быть сварка ушли от сварки пришли к болтовому соединению почему сто лет вот это вот понимаете такие вот фундаментальные вещи которые говорит анатолий дуарович вот понимаете вот при вот вот в чем гений заключается вот не давай 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 а стоп остановились подумали к вид хорошо идем дальше смотрим под наши люди они умеют останавливаться и думать понимаете и вот то что анатолий дуарович задумывается вот о таком глобальном на сто лет вперед это супер понимаете вот это вот супер поэтому вот уже одно это заставляет понимать что ты мы строим не просто вот давай давай быстрее чтобы она поехала как как аннатолий дуарович рассказала там прицепили корыто на веревочку едет значит и эту смотрите сколько уже новшеств и так далее поэтому вот в китае такое случилось там начинает разваливаться и есть тенденция к тому есть опасение что это может быть действительно она и так не окупается вот этих бетонные там да скажем так не не там компенсируется а если вот будет разваливаться то честно говоря чтобы через 10 лет уже даже трудно страшно подумать меня слушайте а то я видите я иногда предрекаю такие вещи которые сбываются поэтому в этом плане китай сделал но как-то не как-то по китайски а вот дальше ну вот даже у меня была презентация когда я вам рассказывал что да есть железнодорожный транспорт а есть вот супер и вот evergreen видите даже у меня тут была картинка я вот ее специально вам сделай вот действительно ожидается что в этом году это имелось ввиду двадцатом году ну и соответственно 21 вот видите с тенденции до 25 года спрос пяти крупнейших странных экспортеров контейнеров контейнеров китай сша южная корея японии таиланд и заметьте здесь нету эмиратов хотя в эмиратах вот этот дубай вот это вот duty free да там тоже есть вот порт корфакан и что и вот поэтому вот такая тенденция пошла вот перевод тран перевоз пассажиров это супер ну понимаете у всех машины особенно в эмиратах там метро сделала в них там тенденция там чуть ли уже не воздушный там транспорт планируется три дроны до дроны такси но это все как-то знаете это все вот ну вот для человека допустим а что делать большому бизнесу и вот тогда когда сказали а вот вы можете вот вот контейнеровоз и вот когда вот это вот случилось то сейчас олег зарезки что год ну вот все просят шейхи сделать и в этот контейнеровоз поэтому сейчас вы знаете строится там вот эти вот колонны заливаются бетон расстояние между этими к опорами будет двести восемьдесят восемь метров представляете вот такой будет там летать со скоростью 120 километров вот этот вот контейнер до представляете контейнеры и он не один же будут там лететь их будет там один за одним один за одним один за ним но 120 километров это вообще это вот просто фантастика поэтому это сейчас строится 20 километров чтобы показать что да это все делать выдерживает это вот все и и вот и вот вот порт курфахам и вот смотрите я вот тут тогда вот это вот зелененький красивый огромный вот этот лайнер и не знаю там контейнеровоз сфотографировал вот и сказал что действительно вот дубай хочет догнать но он да хочет догнать не только за счет вот это вот этих перевод а то чтобы вот как-то дальше в порту разгрузить потому что вот я сейчас перечитал кучу литературы понимаете чем больше вот этот вот судоходное вот это средство тем больше нужен фарвата чтобы глубина была возле порта глубже чтобы не дай бог не застрял и так далее я вот это вот подумал и мы получили то что получили да вот такой вот вот этот вот evergreen он и и не вписался в поворот вот и если взять в целом там сказали ветер дунул да ветер подул сильный ветер закрутила пароходик такой да вот дальше если брать большую глобальную политику то я вам хочу сказать что есть страны которые дружат с америка из страны которые не дружат с америка так вот хамени это лидер ирана он у него он сказал 7 нас будут так там давить мы можем не только советский канал вот установить потому что нет не ветер дунет а может там пробой на получиться если вот такая вот извините за мой французский дура затонет то там четырьмя днями не обойдешься да кроме того есть панамский канал есть еще это вот те артерии которые соединяют вот эту крупную крупнейшую экономику это тромбы которые просто просто парализуют и вот как алексей сказал наверно нас услышали две недели назад я сказал слушайте ну как это может быть такое вот да когда ветер дунул и перекрыл на четыре дня вот то что случилось там только этот компании этого корабля заплатила миллиард долларов и я вам рассчитывал тогда да что вот говорю ребят ну вот я например вижу так что если есть дом да вот многоэтажный у него есть лифт всегда потому что там на 16 20 этаж подниматься ну как этот канал допустим там 156 метров или где-то 162 метра я по разному там числа и 162 километра вот если есть дом у него есть лифт 12 там есть грузовой из пассажирские 4 лифта и тогда но лестница всегда есть лестница есть всегда то есть всегда и запасной вариант то есть если вы не можете там вас крупногабаритный груз вы не можете поднять тогда вы грузчики вам тащу там не знаю пианино там да если там что-то еще и кроме того есть третий вариант потому что у всех в таких домах есть еще на балконе выходишь вот это вот пожарная лестница еще вы понимаете и наверное еще люди у которых есть тарзанка с которой они будут прыгать случае чего там да вот или парашют ну как это так такая важная артерия да там конечно строили все миром и там и египет сейчас получают от этого огромные дивиденды но когда ему сказали слышите расширьте вот тут вот у нас уже такие большие вот эти корабли не это дорого то ну вот получилось что получилось понимаете и вот сейчас тенденция к тому что в общем то это действительно становится большой проблемой потому что потеряли кучу денег там ну а по разному оценку кто-то пишет 70 миллиардов долларов это вообще все встало потому что вы поймите если вот вы там едете допустим ну как вот я говорю так как и объясняю там если должна в на вокзал должен был прийти один поезд да вот он пришел в следующий поезд через полчаса приходит потом еще и вот люди выходят выходят или как в метро вот метро больше понятно да когда у нас между поездами три минуты допустим станция метро октябрьская да вот приход пришел один поезд в это же по время пришел другой поезда тут еще вылезли допустим с перехода на потому что станция перехода а потом когда час пик что творится один поезд пришел через 40 секунд другой приходит потом с другой стороны тоже приходит и вот этого и люди вот это вот получается бутылочная горлышко они не могут рассосаться вот эти все люди наплывается 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 поэтому случай как вот тут говорят вот миллиард долларов выплатили так дальше вот эти корабли потом пошли естественно всем сказали давай давай у меня там товар у меня там то у меня все и они все приплыли получается вот как я вам говорю в чем проблема почему анатолий дардович говорит очень классно если будет не надо кораблю вот таком огромном который там фарвата уже глубина нужна определенная туда вынести вот этот вот скажем так дорогу skyway достроить вот это вот пошли по шельфу до поставить и сразу разгружать там 65 секунд сказали будет загружаться контейнер то есть понимаете и не надо заходить вот разворачиваться вот такой огромному такому огромному суду там крутится подходить вы представляете пришвартоваться сколько нужно там это все канатами привязать потом вот эти вот краны чтобы подошли потом это зацепить но в общем то и вот пока этот разгружает год если один говорит корабль задерживается на час то другой может стоять сутки уже если другой стоит сутки другой стоит неделями если стоит неделями ну в общем вот такой вот получается поэтому это вот проблема советского канала я сказал о том что если миллиард долларов заплатил только владелец вот этого судна там да ну есть компания его там покрыла через допустим через страховку что почему нельзя сделать альтернативный путь ну и в общем то да случилось то что случилось потому что компания да да я еще вам показываю о том что есть еще альтернативный путь вот это суэцкий канал вот тут да вот можно вот он всего суэц да вот тут вот вот это вот ну на карте да так 160 километров здесь да то есть либо можно оплывать всю африку либо из другой пути вот так вот не плыть так а еще северный вот через северный ледовитый океан и здесь проблема только в том что не все суда в общем-то боятся там могут быть какие-то айсберги и может еще что-то быть в общем ветер и ну и так далее поэтому этот путь сам был самый-самый лучший ну раз он самый лучший значит тут нужно альтернативу сделать да и это альтернатива юнический стрим технологии предложила представить альтернативное транспортное решение для советского канала то есть вы видите в общем то все здравомыслящие люди думают одинаково да то есть думают хорошо но слава богу что думать то понятно вот я придумал сказал но есть транспортное решение и надежда косарева вот скажем так да вот у нас есть это в новостях вот и все описала что блокировка советского канала обозначил давно назревшую проблему логистические операторы давно сетующие с высокой высокой стоимости морских перевозок также убедились еще и в невысокой надежности вот что и получилось поэтому даже не первый раз уже там были какие-то инциденты перекрытие четырех дней вот этого канала 30 процентов мирового объема контейнеров перевозок и 12 процентов всей мировой торговли встало вот так можно сказать да обернулась потерям в 10 миллиардов в день и скачком стоимости нефти на 6 процентов как это в четыре дня он там поставил его смогли развернуть и вот теперь смотрите стоимость грозовой надземной электротранспортной системы юниский string technologies построены вдоль советского канала протяженностью в 156 и 40 километров по предварительным оценкам составила бы вот тут уже смотрите я считал меньше но тут посчитали 10 миллионов долларов за километр без учета подвижен состав и в любом случае это в пять раз меньше чем в свое время было потрачено на строительство самого канала понимаете канал построили ну и теперь согласитесь что канал опять-таки требует опять вот это очищение песка у укропления фарватер и так далее кроме того там сказали что вот эти крупные суда возможно больше не будут пускать раз они не могут вот так вот развернуться их разворачивает значит может их не будут пускать то есть там тоже проблема есть так вот дальше комплекс был способ был бы способен обеспечить среднюю скорость доставки груза 80 км в час хотя вы знаете что может он развиваться и 120 то есть пусть даже 80 км в час но это опять-таки в пять раз выше чем у корабля потому что идет 10 узлов это 20 километров это в лучшем случае понимаете если там что-то чего-то и можете на 5 узлов перейти но это канал советский там шаг влево шаг вправо вот видите уже вот развернуло там или ветерок дунул как там смешно конечно слышать это все вот или либо там ошибка там самого капитана корабля либо это просто было задумано так в результате время доставки контейнеров из порта сайда в порт тауфага тауфага сократилось бы с 14 часов до 2 представляете в 7 раз а погрузка разгрузка заняла бы не более 65 секунд и вот поэтому когда у меня есть умные друзья да у меня есть такие вот дяди тети там который год вот там я читала что это все неправда и так далее ребята это мы с вами вкладываем по 100 долларов по 1000 долларов кто-то там уже считается это супер если он вложил там тысячу долларов до большой бизнес если он это увидит ребята он просто принесет миллионы скажет я хочу и я даже с такими людьми общался вот до которой год я хочу сколько надо миллион и вот поэтому сейчас тенденция идет о том что такой бизнес после того как только это поэтому знаете как подобно эффекту домино будет то есть только поедет вот этот вот транспорт в эмиратах да как пока будет эффект домино я хочу я хочу я хочу я хочу и будут еще обижаться потому что вот все мили миллионеры миллиардеры они же считают деньги он понимает если тут 1 доллар за 100 тонн то сколько он теряет он уже понимаешь что он там уже в пять в десять раз больше теряет вот только и никакой гарантии нету вот вам пожалуйста пример советским каналом и так далее и что будет дальше и никто не будет потом строить вот эти вот насыпи или рыть канал как сейчас вот турция собирается там что-то копать вы понимаете вот какую компанию мы с вами инвестируем денежки поэтому здесь сейчас ну опять таки я говорю анатолий дворович делаю все основательно поэтому мы должны ему помочь мой спасибо там кто-то мне лена пишет вот и поэтому продолжаем дальше инвестировать и не забывайте так вот смотрите уже высадился наш десант во вьетнаме тут вот скажем так франтишек solar и всеми нами любимый владимир маслов почему они поехали в ханой то есть во вьетнам потому что там уже планируется три основных проекта вот поймите уже и два подготовительных притом маслов и говорил и с уходоев говорила я слышал что никто даже не поднимется с места не дернется сейчас пока не будет что пока не будет денег на проект это полтора миллиона долларов да и разрешение правительства то есть ну или тех людей которые влияют вот в это в регионе на то или на другое ну вы знаете там какие-то бывают случаи когда я я я я я все у нас грубили доходит до дела там ему кто-то по шапке стук могут куда вперед батьки в пекло и все и люди то есть проект организация понимая что мы не на того человека сделали став так вот смотрите значит важный регион ожидающий развитие потому что вьетнам вы помните он такой вытянутый вдоль побережья да вот и там получается ханой донанка и внизу там сайгон и вот такой длинный такой вот он и вот получается что вот крупнейшая там ассоциация творческих работников вьетнама имеет представительство в 64 провинциях вьетнама это серьезная организация которая ежеквартально создает сборник благодаря нашим усилиям и усилием наших партнеров это это кстати я зачитываю то что говорил владимир маслов да чтобы вы поняли вот почему туда поехали значит должен выйти материал о технологии и ст примерно 30 страниц и что планируется подготовка конференции с университетом транспорта и коммуникации ханойский университет проект с пагодой там есть такой пагода куда в общем то все там вьетнамцы молятся и туда нельзя проложить ничего там надо пешкодралить но вот лучше туда именно вот сделать такую дорогу куда-то да будет действительно поток вот это вот это вот замечательно наша ажурная легкая трасса который туда будет доставлять всех там туристов ждет нашего участия и вот и оформление документов с нашим партнером именно вот уже для дальше достаточно работая большая работа с донгу это национальный парк вьетнама 40 километров от хана но нельзя там положить не асфальтированную дорогу нельзя там положить железную дорогу там нужен действительно тоже такие вот чтобы опоры стояли там на огромном расстоянии чтобы ничего не зацепить это парк и так далее вот и еще есть серия парков 20 километров от хашимина вот понимаете уже идет вот это вот работа почему потому что там уже есть деньги есть желание есть решение влиятельных лиц вот почему наши дорогие друзья в космических костюмах потому что как хотя и владимир маслов сейчас переболел вот у него есть антитела но там такой закон 14 дней должны отсидеть они очень жестком карантине там будет чуть ли еду не подводить значит получается как он рассказывал к двери а потом они открывают будут забирать вот кушать и так далее ну вот будет вестись пока работа значит онлайн а потом когда они отсидят карантин уже пойдет работа значит поэтому уже непосредственно оффлайн поэтому вот они пишут всем привет из ханой и мы рады вас приветствовать все преодолели все и снова мы здесь вот поэтому вот пожелаем им удачи да и пожелаем успехов чтобы действительно все это получилось поэтому ребят у нас не только в эмиратах будут проекты у нас уже и в ханой то есть это во вьетнаме планируются вот такие вот проекты дальше получается вы знаете что мы участвовали вы на транс это такая огромный значит большой в берлине выставка выставка инновации в сфере транспорта который проходит раз два года вот мы не попали туда в двадцатом году потому что там вот этот к вид начался и все все это закрыли все но это было и в шестнадцатом и восемнадцатом а вот восемнадцатом году был представлен юни флэш сейчас он так называется до произвел фурор вот и поэтому сейчас планируется уже заявленным о том потому что есть такая страница вот на сайте virtual markets place да и где там мы представлены что именно skyway вот представим будет представлен берлине с 20 по 23 сентября 22 года вот это еще одна замечательная новость в общем то если я как смог да не донес вам вот все новости которые есть да и самое главное хочу сказать что не ленитесь каждый день заходите к себе в кабинет и смотрите новости тогда вы будете скажем так во внимании вот и на этом мои сегодняшние новости заканчиваются да насколько я помню а вот так вот последний слайд да тогда вам хочу сказать еще раз подвести вот давайте это слайд который в свое время было там трендов я читал вот эти вот посткризисный период будут сохраняться следующие тренды вот это было может в январе это была лекция мая все я сейчас проанализировал и опять это к внес вот для повторения мать учения так вот я считаю а вы сравниваете с компанией юнистский string technologies где мы движемся и куда мы движемся так вот тренд номер один демпинг на логистическом рынке уход второй тренд номер два уход с рынка слабых игроков три диска в 19 идеальный шторм третье развитие коллаборации кооперации объединения сервисов четвертое внедрение новейших технологий пятое заказ перевозок с мобильного устройства появление отрасли мобильные перевозчики шестое появление спроса на доставку товаров глубинки стран седьмое бесконтактная курьерная доставка восьмое перевод большей части сотрудников на удаленную работу девятое соблюдение санитарных ром норм дезинфекция транспортных средств десятое выбор предприятиями в пользу железнодорожного транспорта ну понимаете это не про skyway написано это написано вообще в общем одиннадцатая перевод всех мировых логистических мероприятий в онлайн формат двенадцатая важно будет доставка последней мили то бишь до конечного потребителя все 12 пунктов как ни крути это полностью соответствует технологиям skyway или технологии низких технологий поэтому я вас поздравляю хочу сказать что осознайте тем может быть кто первый раз сегодня взвесьте это все вы не просто скажем так люди которые помогли вы стали совладельцами очень серьезной компании которая действительно сделала переворот делая сейчас переворот в мире транспорта кроме того анатолий эдуардович есть еще эко дома есть еще скажем так почвенные вот эти вот восстановление почв до восстановление зеленого покрова восстановление в общем то вообще жизни на земле вот как есть то есть все что происходит негативного все уйдет с технологии skyway вот поэтому все вот это вот если взвесить это просто колоссально поэтому спасибо всем людям которые меня сюда пригласили спасибо алексею но умовичу спасибо елене спасибо царство небесное виктории буль вот к сожалению она ушла у нас в этом году вот от к вида вот и конечно же я благодарю всех людей которые которые сейчас с нами на связи вот поэтому задавайте вопросы вот и спасибо вам за ваши комментарии